Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Сегодня мы вам расскажем о красноярских писателях и красноярских филологах, и их новых книгах, о красноярских кинорежиссерах и красноярских кинооператорах и их новых фильмах, а прямо сейчас о том, что на всех значимых театральных площадках красноярского края идут показы спектаклей, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля «Театральная весна-2016». Это 13-й по счету спектакль, который отсматривает жюри фестиваля «Театральная весна». Работу они начали сразу после новогодних праздников со спектакля «Гамлет» в Норильском драматическом театре и закончат отсмотр в феврале спектаклем «Счастливые люди» или «Мертвые души» в Каннском драматическом театре. Это будет 31-й спектакль конкурсной программы. Больше всего меня, честно говоря, потрясло, насколько развита в целом театральная жизнь в Красноярском крае. То есть такое большое количество театров, которые работают не для галочки, которые являются серьезными творчески состоятельными коллективами, это очень здорово. Спектакли, которые показывают членам жюри театры края, разумеется, разные. От крупноформатных до камерных, кукольных. И, конечно, в конкурсе участвуют антрепризные спектакли, поставленные независимыми творческими коллективами и продюсерами. Там очень разные повороты, и все это заключено в таком ключе, кажется, вроде трагизма, а наоборот, некоторым кажется, что это очень смешная комедия. На Красноярской театральной сцене в последнее время активно появляются независимые театральные постановки, которые в большей мере все же созданы не ради коммерции, как традиционная энтерприза, а ради искусства. Один из самых ярких прорывов прошлого года – сцена современных искусств в Красноярском музейном центре. Сегодня мы вам покажем еще два таких примера. Этот спектакль – молодежная комедия. Называется он «Туш, варенье, птеродактиль». И родился он на сцене драматического театра имени Пушкина во время фестиваля ДНК, то есть спектакль из приличной, хорошей семьи. «Ты хочешь, чтобы в жизни было все просто?» – спрашивает старшая сестра младшую и сама же отвечает. «Это скучно. Скажи мне что-нибудь хорошее», – просит ее младшая. «Я вынесу мусор», – отвечает старшая. Это пьеса о любви среди гор мусора семейных драм. Здесь скелета в шкафу, как в каждой семье. Толстой писал по схожему поводу. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но при этом спектакль-комедия. Ну что ж, уборка закончилась, можно начинать новую жизнь. Женька, ты меня вообще любишь? Подвинь стол, потом поговорим. Мы в Красноярской краевой библиотеке, и здесь сейчас проходит презентация книги «Экология слова» Галины Шленской. Мест свободных нет. Словно за дефицитом. По сути, так и есть. Все пришли сюда за словом художественным. Дефицит его сегодня. Книга издана под редакцией Евгении Пугачевой, Наталья Редько и Андрея Щербакова. «Чтение как сотворчество». Название сборника эссе Галины Максимовны Шленской. Звучит как девиз и этой книги, и всего труда литературоведа. «Чтение как сотворчество». Вот несколько глав из книги. «Исповедь перед боем», поэзия Георгия Суворова. «Палачи и жертвы» в повести Владимира Зазубрина «Щепка». Нравственный поиск в лирике романа Солнцева. Отдельным крупным блоком идет исследование феномена Оставьева. Эти темы дают представление о литературной карте края, о ее ландшафте, о литературных традициях на его территории. Цитата из книги. «Переезд был вызван рухнувшими на поэта Ивана Ерошина обвинениями в есенищине и упадничестве, которое в традициях тех лет грозили перейти в травлю», пишет о поэте Ерошине Галина Шленская. «Даже столетний юбилей Ивана Ерошина в 1965 году фактически не был отмечен ни в центре, ни в крае. В том числе благодаря Шленской забвения поэта Ерошина не случилось. Как не случилось этого и с Зазубриным и другими деятелями литературы региона. В суровые годы Великой Отечественной войны, когда под угрозой исчезновения было само наше государство, Анна Ахматова писала в стихотворении «Мужество». «Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Нынче, казалось бы, время относительно мирное. Но почему не ослабевает тревога за судьбу русского языка, русской литературы? Спрашивает свои книги литературовед Галина Максимовна Шленская. И нет ей ответа. 2016 в России год кино, и мы продолжаем вас знакомить с кинопроцессами, которые проходят в Красноярске. В издательстве «Растер» готовится книга о красноярском кинорежиссере и кинооператоре Юрии Ивановиче Устюжанинове. Устюжанинов посвятил всю свою жизнь документальному кино. Но не просто документальному кино, как исторической хронике, а особому, редкому жанру – съемкам фильмов о природе. И эти фильмы сегодня бесценны. Бежит себе ручеек и не думает о величии. Его легко перемахнуть с берега на берег. А ведь это Зенесей. Устюжанинов обладал уникальным даром передавать состояние природы. Ее дыхание через объектив кинокамеры. Фиксировал на кинопленке ее цветение и увядание, ее бури и солнечные дни. Одной из тем киноисследований режиссера были «Птицы». Фильмы, которые снял Устюжанинов, а их более 50, сохранили, и здесь совершенно уместно эта высокая формулировка, для будущих поколений, необычайную мощь и трепетность природы Сибири. Юрий Иванович – это бренд эпохи кинематографической. Уже в другой Красноярской киностудии кинооператор Святослав Чеплинский показывает мне гордость советского кино – кинокамеру «Конваз». Это камера КСР-1М «Конваз». Сделал ее инженер Константин Васильев. Это единственная советская камера, сделанная советским инженером. Все остальные были аналоги американские или западно-германские. Ее очень любил Русевский. Он снял на ней «Летят журавли», «Неотправленное письмо» у нас здесь в Саянах. Вот именно такой. И вот именно вот эта вот камера, вот эта университета, это именно 50-х годов. Потом она модернизировалась в 80-е годы, и я уже работал на другой камере. То есть она принцип тот же самый, но там уже злые уже цифры, но это единственная советская камера. Сегодня, конечно, свои документальные фильмы кинооператор Святослав Чеплинский снимает на совершенно другие аппараты. Современные, цифровые. О новой работе кинорежиссера Ирины Зайцевой и Святослава Чеплинского мы и приехали поговорить. Их новый фильм рассказывает о красноярском художнике Валериане Сергине. Выстраивается некий такой путь мастера от молодых лет. И сейчас в годы его мудрости такой, становлением мастера, когда изменяется вся палитра его. Фильм снят по грантовой программе «Документальное кино Красноярья». Это пятый фильм Ирины Зайцевой о красноярских художниках. Целый сериал. Премьера ожидается в этом году. Мы в Краевой молодежной библиотеке. И здесь проходит встреча с красноярским писателем и поэтом Сергеем Кузнечихиным. Пока зрители, а это, конечно же, молодежь, ведь это их библиотека, собираются в зале, рядом, в зале книг по искусству, мы беседуем с писателем Сергеем Кузнечихиным. Я не скажу, что проза сегодняшнего дня очень сильно шагнула, допустим, от прозы 80-х. На мой взгляд, она хуже стала. А поэзия в целом стала интереснее. Писательство мое началось смешно и грустно, рассказывает Сергей Кузнечихин. После восьмого класса заставили нас писать сочинения «Как я провел лето». Я написал хорошее стихотворение, из-за которого меня на перевоспитание перевели из восьмого Б в восьмой А. Позже первые стихи я отправил в районную газету, и их напечатали. Но напечатались такими правками, что от меня там ничего не осталось. И желание печататься у меня пропало лет на десять. После распределения в институте я работал на заводе в городе Свирске. Затем попал в пусконаладочное управление в Красноярске и застрял там на 20 лет. «А тяжело было заниматься литературой в командировках?» – спросила ведущая встречи. «В командировках всегда можно найти героев и сюжеты. Я отработал день, а после запираюсь, и часа два хожу по комнате, как зэк в камере, чтобы отойти от работы и начать писать. Я ответственно работал в наладке. Даже медаль дали. А что вы налаживали?» – спрашивает читатель. «Котлы в котельных», – отвечает писатель. Пишет Кузнечихин прозу ершистую, честную. Другой красноярский писатель Сергей Задиреев вспоминает о писательском труде во времена СССР. Главным редактором литературного журнала «Енисей» был тогда член КПСС Анатолий Иванович Чмыхало. «Помню, с каким трудом пробивал я повесть Сергея Кузнечихина «05». Сильная, реалистичная вещь. Ничего крамольного», – Ачмыхало заявляет. «Только через мой труп». По его мнению, повесть не вписывается в рамки социалистического реализма. Вот фрагмент этой повести Сергея Кузнечихина. Может, лучше бы, если машина кувыркнулась и полетела с верхотуры. Тогда бы обязательно был взрыв, красивый и мощный, как в детективном кино. Взрыв, потом тишина, потом карканье ворон. Зато ни перед кем не пришлось бы отчитываться, это уж точно. Ветер хлопал, полами расстегнута рубахи, разгоряченное тело остывало, и чувствовалось, как подсыхающий пот стягивает кожу. С крученной рубахой он растерся до красна, потом надел ее, и все равно знобило. Надо было идти. Но в какую сторону? В Артель? А может быть, в город? В Красноярском доме актеров здесь, в рамках конкурсных показов фестиваля «Театральная весна-2016» состоится моноспектакль актрисы Натальи Горячевой. Пока не начался спектакль, я спросил театрального критика Сергея Самойленко о том, что довелось увидеть интересного на других сценах края. Даже и в Сибирске, и уж в Мотыгино, где, казалось бы, для кого там играть, такая публика. Это театр очень хорошего уровня, с хорошими артистами, хорошо оснащенными, с хорошими инструментами, совершенно профессиональными. Жизнь актрисы – короткий анекдот. Так называется спектакль Натальи Горячевой. Сегодня она будет одна на сцене. И одновременно ее будет множество. Вот порядок ее сегодняшних перевоплощений. Уборщица Петровна, следом за ней Проня, за ней Маменька, затем некая Змеюкина, после музыкального номера – Музыковед и завершится спектакль персонажем Мама Чикаго. Судя по всему, зрителей и жюри конкурса ожидает нечто фееричное. Я больше всего тяготею к арт-проекту, так скажем. Может быть, это сейчас не совсем гуманно прозвучит, но это своего рода эксперимент над зрителями, лично мой. Потому что существует мнение, что сюда в дом актеру приходят зрители для каких-то таких легких впечатлений. И я решила сломать этот стереотип в первую очередь для себя. Начался спектакль со знаменитых слов критика Виссариона Белинского. При этом, произнося эти слова, театральная уборщица Петровна настойчиво предлагает поднять ноги зрителям, чтобы подмести пол. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением. Ноги подними. Не сосредотачиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Ноги подними. Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность. Здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви. Ноги, говорю, подними. Оступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем. Ну подожди, хлопок, че. Если сможете, вот давай сейчас, хлопай. Это и моноспектакль, и стендап-комедия, и бенефис, и концерт. Это целый театральный космос. Актриса Наталья Горячева здесь как душа, как сама суть театра. Актриса Горячева как шторм и как пламень. Актриса Горячева как сама Мельпомена. Маэстро, давай. Актриса пылала и горела, и каждый раз возрождалась, как птица Феникс, с новым словом и новой песней. И если члены жюри фестиваля «Театральная весна» и зрители, сидящие рядом с ними, хотели простого театрального счастья, то вот оно. Все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания.